открытый диалог с александром непомнящим наш эфир продолжает очередная встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день давайте начнем вот с чего действительно ли в возрождается дух осла да сергей тема на самом деле очень горькая сколько ли сколько лет мы с вами уже вот ведем эту передачу точно не могу сказать напомню что в самом начале это было время обама еще и тогда очень часто мне приходилось возвращаться к этой теме объяснять говорить снова о том насколько опасно при движении косла обама тогда вместе с керри сначала по-моему керри же не сразу был его госсекретарем до сначала до этого было или наоборот сейчас уже не помню да сначала хиллари потом был керри они обдавливали вот эту идею возрождение мирного процесса мирного тут конечно только в кавычках можно упоминать и натаниэл лавирову как мог они его называли углу новому джицу но по сути делал он просто не уходил от прямой конфронтации при этом все таки не давал им возможности вынудить израиль к уступкам несовместимым дальнейшим существованием государства потом было конечно замечательное время просто потрясающее время тандема великого тандема трампа и натаниэл и вот сейчас мы снова возвращаемся с одной стороны в америке то что называется третья каденция албамы да то есть как бы не приходящий в сознание госсекретарь цк кпсс и вокруг него банда которая ведет и америку к разрушению и вообще всю западную цивилизацию и израиль конечно тоже потому что израиль для них олицетворяет все то что они ненавидят точно также как в общем то все то что есть в америке важное на чем америка выстроена мы об этом говорили много раз это все вызывает что этой команды бешеную ненависть и к сожалению на этот раз у нас вместо натаниэл который мог как то амортизировать это давление и уйти у нас правительство просто вот хуже не придумает что называется ну я уже об этом много раз говорил я повторю снова это худшее в истории израиля правительство нас были левые правительства были очень левые правительства но еще никогда не было настолько антисионистки то же то есть даже самых жутких переживут жуткие периоды и рабин и шарон люди которые пожалуй самые страшные вред нанесли еврейским государством будучи премьер-министрами даже они все-таки сохраняли какую-то но даже не какую-то они были вполне себе сионистами и это чувствовалось то чего конечно не чувствуется сейчас абсолютно и при этом что может быть еще страшнее то что происходит в израиль на самом деле точно происходит точно также и в сша и поэтому вам это тоже очень хорошо знакомо то есть все кругом пылает полыхает а пресса продолжает рассказывать как все как это было свое время с такая фраза все чудесный чудесный замечательный все у нас замечательно все у нас чудесно и в и в борьбе с коронной эпидемии и с экономикой и с внешней политикой и террор практически закончился если послушать нашу прессу причем раньше по крайней мере у нас была правая и левая пресса сейчас у нас есть левая пресса оголтелая есть обслуживающая бен это как бы правая пресса то есть люди которые далеко уже не на правых позициях но они все еще воспринимаются большинством населения как правые и то же самое ведь в америке там тоже есть все вроде как замечательно если послушать американскую прессу трамп при трампе все было ужасно и байдане сейчас все просто замечательно ну там там и здесь какая-то ерунда какие-то значит люди толпятся на границах до афганистан провалили просто фантастическим образом и так далее и вот ко всему этому на самом деле как бы как когда ты каждый день слышишь о том что вот у нас четвертая волна короны началась при том что натальяло оставил страну фактически с нулевой заболеваемостью все кончилось сняты были все ограничения эти ребята угрохали за три месяца превратили нас в худшую в мире страну по по всем параметрам коронавирусным это при том что значительно часть населения вакцинированы и так далее и на границах у нас страшное дело то есть нас даже те соглашения которые уже были нас перестали уважать россия больше не соблюдает соглашение которые были заключены с натаньял говорит это не натаньял чем мы с этими вообще как бы шкетами вообще ничего не договаривались террористы расписались и ведут себя совершенно нагло но все это на самом деле только мелочи потому что гораздо более страшной более опасной ситуации вырисовывается и вот об этом я хочу сейчас поговорить в первой части нашей передачи и как часто у нас это происходит это в общем-то развитие темы которую задала киролайн глик раллина глик который я регулярно перевожу и цитирую в наших передачах и в общем наши слушатели те которые читают на иврите на английском могут читать ее статьи в оригинале напишет их на английском и на иврите но а те кто предпочитает читать на русском я просто напомню еще раз что практически все статьи каролины глик по нашему как бы договор с ней я перевожу и они находятся в сети и часто наши наш разговор в передаче в общем он идет в русле статьи статьи идеи каролины вот мы сегодня снова продолжим и я начну немножко со столичка без напоминания ситуации потому что для многих наших слушателей это все очень живо это еще было совсем недавно многие израильтяне очень хорошо это помнят и американцы там хорошо помнят но тем не менее начнем все-таки с некоторого напоминания был такой файсал хусейни активный деятель палестинского национального движения палестинского арабского национального движения и в палестинской администрации арафата он обладал портфолио в иерусалима он как бы был у них типа министром по делам иерусалим не сдал годы своей смерти там странная история была с его смертью скажем так не не вдаваясь подробностей не уходя далеко от нашей темы там был вопрос о растраченных куда-то очень больших деньгах саудовской аравии и у вопросов недоуменных саудовской аравии где деньги зим то есть не зима на случай файсал хусейни и внезапной внезапным инфаркты которые этого вкуса не сразил но это к нашей теме сейчас нет нас так вот незадолго до своей смерти летом 2001 года фусейни дал интервью газете арабской газете в которой по сути дела разоблачил мошенничество лежащие в основе процесса осло он совершенно откровенно рассказал что не ясер арафат не его заместители и приспешники вообще никогда не рассматривали мирный процесс но в целом мирный процесс только в кавычках нужно воспринимать как способ достижения мира с израилем осло для них был лишь средством достижения своей цели уничтожение израиля от реки домой вот хусейни часто называл процесс осло троянским конем понимаете совершенно открыто это говорил арафат и его люди были вражеской армии проникший в город в чреве деревянного коня и когда арафат отверг государственность для палестинских арабов и мир на саммите в кампдевите в июле 2000 года и два месяца спустя начал террористическую войну против израиля это на самом деле было не более чем началом атаки тех боевиков которые выскочили как бы на главную городскую площадь из-за лошадиной статуи и вот теперь начинается настоящее дело пояснял фусейни за несколько месяцев до своей смерти в разгар вот этой самой так называемой интифады войны арабов которые они объявили израилю изнутри государства до этого об использовала 7 лет которые предшествовали этой террористической войне палестинских арабов против еврейского государства для укрепления своей власти арафат вел в кавычках мирные переговоры а израиль продолжал платить бешеную цену за сомнительное право сидеть за столом переговоров напротив этого кровавого и коварного террориста и его аппаратчику израиль передал рафату сектор газ израиль отдал им власть над арабскими городами деревнями руде и самарии израиль обеспечивая их оружием и боеприпасами израиль предоставил международную легитимацию израиль из разрешения израиля страны мира ежегодно переводили террористам о п миллиарды долларов израиль позволил е.с. и цру кстати вооружать и обучать банды террористов арафата военному делу то есть казалось как бы это было подано что вот сейчас они будут бороться с террором безумие потому что они и были террористы но их обучали и вооружали и вот обещал что в обмен на все это он якобы станет бороться с террором да и создаст институты необходимые для управления государством то есть он типа построить государство до палестинских арабов из которого им вообще вот жизнь и жизнь им плохо очень они переживают из этого так переживать кушать не могут и взрывают евреи и вместо этого конечно он и его приспешники превратили города которые отдал им в управление израиль в базы террор они использовали полученные средства для финансирования террористической армии они воспользовались международной легитимностью ставший результатом признания их израиля для эскалации расширения своей политической войны против самого права еврейского государства на существование во всех международных организациях то есть это был террор уже не только внутри страны не только убивали евреев но и боролись на международном уровне продолжай бороться на самом деле до сих пор самим правом евреев на существо на собственное государство ну и израильское общество на самом деле не нуждалось в интервью хусейне чтобы понять что осло возможно самая страшная стратегическая ошибка в истории израиль я очень хорошо помню себя я не был тогда большим специалистом в ситуации был еще не так много лет в стране но я очень хорошо помню и это ощущение как бы она она витала в воздухе за два месяца до начала этой самой войны и я сказал своим друзьям которые приехали в страну тогда что у нас через пару месяцев будет война с арабами вот и откуда ты знаешь я даже не мог сказать толком откуда я знаю просто понимал что вот она так вот складывается и снова я не был тогда неким эксперт так вот в общество не нуждалась в этом интервью хусейне чтобы понять что осло этого ошибка и и мошенничество и первый арабский террорист смертник взорвался на переполненной автобусной остановке через семь месяцев после того как это крабин и рафат пожали друг другу руки в белом доме это было 13 сентября 1993 года в каком-то смысле у нас годовщина в эти дни и между их рукопожатием и началом войны осло в сентябре 2000 года через семь лет количество израильтян убитых арабскими террористами превысило два раза число израильтян погибших от террора между шестьдесят седьмым и девяносто третьим годом то есть после шестидневной войны когда израиль присоединил освободил и присоединил себе иудею самарию газу и до девяносто третьего года то подписание этого соглашения осло у нас погибло в терактах в два раза меньше людей чем за семь лет начиная соглашение осло понимаете какой это был мир я просто напоминаю многие наши слушатели так это хорошо знают да напоминаю тем кто может быть когда-то тогда не следил за этими событиями или родился позже и как-то не в курсе всего и вот сегодня 28 лет спустя после подписания соглашения осло несмотря на неприятие подавляющего большинства израильского общества мы по-прежнему живем в мире который по сути дела сформирован этим катастрофическим соглашением стратегические и политические реалии процесса осло по-прежнему доминируют жизни страны и палестинская администрация все еще существует она по-прежнему финансирует разжигает террор а также ведет политическую войну против израиль и одержимая процессом осло международное сообщество по-прежнему требует чтобы израиль пошел на болезненные уступки ради мира это цитата эта стандартная фраза надо пойти на болезненные уступки ради мира и вместе с израильскими левыми настаивает на том чтобы решение о двух государствах является единственным возможным способом разрешить бесконечную войну палестинских арабов целью которой является уничтожение израиля то есть их цель то не не мирное государство рядом с нами государстве совсем не мирное вместо нас в течение многих лет израильский левый во главе с Шимоном Пересом отвергали общественное сопротивление своей радикальной неудачной политике издевательским вопросом. А какова ваша альтернатива? То есть что вы можете предложить взамен? Будто бы единственным для Израиля вариантом было сдаться во имя мира, в кавычках мира, на милость арабским террористам. Я очень хорошо помню, Перес всегда спрашивал, у него был такой прононс восточноевропейский ашкенаский такой, видовый в Лиде. Я думаю, какова ваша альтернатива, говорил он. Наконец, год назад мы увидели эту альтернативу, план суверенитета, который был поддержан Америкой. Этот план показал, что есть возможность управлять иудеи в Самарии, обеспечивать интересы как Израиля, так и арабов, которые там живут, без всякой связи с расширением прав и возможностей террористических организаций. И что касается мира самого, то соглашения Авраама показали, что ключ к миру с арабским миром — это вовсе не преклонение перед террористами. Всем вдруг стало ясно год назад, что ключом к миру является военно-экономическая, дипломатическая и социальная мощь Израиля. И страны, подписавшие соглашение Авраама, заключили мир с Израилем, потому что мы были сильны и потому что мы были готовы упорно защищать свои права и интересы, а не потому что мы шли на болезни и неуступки. Но, увы, и прошлогодний проблеск истинной альтернативы, предлагаемой правыми в противовес левой капитуляции, сегодня кажется далёкой мечтой. Правительство Лапида, Ганса и Беннета, оно вдохнуло новую жизнь в эти дряхлые вульгарные лозунги Осва, представив их теперь якобы оригинальной идеей. Так будто мы все родились вчера и уже ничего не помним. Поэтому я начал с такого, может быть, немножко занудного повторения того, что многие и так знают, но без этого как бы не становится настолько очевидно, во что мы сейчас вкатываемся, влезаем, влетаем. И это ужасно. То есть снова из-за того, что наша пресса постоянно говорит о том, как у нас все чудес, из-за того, что огромное количество людей запутаны тем, что условно Беннет и Исаа, они как бы начинали в правом лагере, и они до сих пор многими воспринимаются как правые. Люди не понимают, что происходит сейчас. Точно так же, как многие не понимали, что Рабин, который всегда воспринимался как правый, хотя он и был в партии труда, но он был вроде как правый представитель права, что он принёс нам это самое особое. Так вот, безопасность ради процветания — это план Лапида. по стабилизации, контролируемого Хамасом сектора Газа. Это откровенная попытка переоформить требования ОСЛА заново. И это прозвучало буквально несколько дней назад, как оно не праздник. И смысл этого заявления, что мы у Израиля обязаны снабжать палестинских арабов всем и всем, что те потребуют, в обмен на неопределённые обещания стать со стороны арабов обещания более умеренными когда-нибудь, в неопределённом будущем. План Лапида, он просто ошеломителен в своём наглом и бессмысленном безумии. Согласно этому плану, Израиль позволит Хамасу восстановить свои ракетные склады и всю террористическую инфраструктуру. Предоставив террористам астрономическое количество всевозможной гражданской помощи, она уже туда идёт, в том числе те материалы, которые Израиль на протяжении многих лет при Натаниел запрещал ввозить в газу, потому что, он говорил, они делают из этого туннели диверсионные, они делают из этого взрывчатку. Мы не будем это поставлять туда. Теперь это всё течёт беспрепятственно. И вот Израиль предоставит колоссальную астрономическую помощь, а Хамас, мол, ответит временным приостановлением своих ракетных ударов по Израилю. И международное сообщество якобы станет гарантом того, что Хамас перестанет использовать гуманитарную помощь в тех целях, в которых он её непрерывно использует в течение последних 15 лет, с тех пор, как захватил контроль над сектором ГАЗ. Да-да, то самое международное сообщество, которое и пассивно, и часто активно поддерживает Хамас на протяжении всех этих 15 лет, оно будет нашим гарантом. Это план Лапидо. Гениальный просто. В свою очередь, жители ГАЗы, несчастные, свергнут Хамас, если тот заблокирует процветание, используя гуманитарную помощь для создания своих террористических арсеналов. То есть вот жители ГАЗы будут возмущены тем, что Хамас использует гуманитарную помощь, миллиарды, которые он получит сейчас, против Израиля. Они будут возмущены, что они не получат это, а всё это уйдёт на войну с Израилем, они скинут Хамас, план Лапидо, гениальный план. Те самые палестинские арабы, которые в Иудее и Самарее сейчас горячо поддерживают Хамас и хотят выбора в Иудее и Самарее, чтобы Хамас, который использует субгуманитарную помощь исключительно для войны с Израилем все последние 15 лет, наконец вытеснил бы и в Иудее и Самарее тоже из власти ФАКС и ОПЭ. То есть люди, которые поддерживают эту идею Хамаса, они вдруг станут противицей. Гениальные идеи Лапидо. При этом глава Палестинской администрации и глава ОПЭ, он же по совместительству Махмуд Абас, не пользующийся никакой поддержкой общества арабского своего, якобы является нашим законным партнёром Израиля в достижении мира. И более того, он типа наш партнёр в борьбе с террором, хотя именно он и подскрекает, финансирует этот террор. Он деньги, которые мы ему выплачиваем, он их частично, в значительной мере тратит на пенсии террористов и на подскрекательства против нас. Но тем не менее, правительство Лапидо Ганса и Беннета стремится расширить полномочия Абаса, чтобы наделить его властью, как бы помочь умеренным. Каким к чёрту? Умеренным. И вот армия обороны Израиля продолжает развивать свою химеру Лапидо, говоря уже про армию теперь. Она не может вести бесконечные войны с Хамасом, да? При этом, однако, по его логике, наша армия достаточно сильна, и потому Израиль может позволить Хамасу восстановить свой арсенал и военную инфраструктуру. То есть мы недостаточно сильны, чтобы вечно противостоять Хамасу, но при этом достаточно сильны, чтобы дать им возможность сейчас, после того, как Натаньял теребил их в мае, как следует, и разрушиваем всю военную инфраструктуру, чтобы они снова могли её установить. Если всё это вас ещё не убедило в том, какой гениальный, замечательный план, то Лапид бросает на стол свой главный козырь — международная легитимность. Израиль, мол, не сможет жить без международной легитимности, а её у него не будет, если он не даст палестинским террористам всего того, что они требуют. Понимаете, то есть до сих пор мы последние 12 лет с Натаньял жили без международной легитимности, у нас заключали договора, мы торговали по всему свету, израильские представители ездили по всем континентам, наш экспорт, когда вырос, наши соглашения дипломатические развернулись на всех континентах, а теперь оказывается, что у нас этого всего не было и не будет, если только мы не дадим террористам палестинским всё, что они потребуют. И в любом случае, как бы это всё важно и нужно по логике Лапида, потому что только одна альтернатива у нас есть — решение двух государств, другой альтернативы у нас нет. То есть всё, что предлагал Натаньял и Трамп, как бы уже забыто, его не существует. Оказывается, этого всего просто не было. Но как вообще всё это возможно после того, как всё, что мы прошли в последние 28 лет, всё, что мы видели, почему мы всё ещё живём в реальности ОСЛ? И ответ на самом деле начинается буквально с названия этого самого фальшивого мирного процесса — ОСЛ. Это изначально была не израильская вещь, а норвежская. Как это было? Я напомню, в 1993 году антиизраильское правительство Норвегии, крайне левое, попросило двух израильских борцов за мир, борцов за мир на добрах, конечно, в кавычке, работавших в аналитическом центре, связанном с тогдашним заместителем министра иностранных дел Йосип Беллиным, приехать в ОСЛ для встречи с ископоставленными террористами ООП. И эти два борца за мир израильских согласились, несмотря на то, что в то время израильский закон запрещал любые контакты между гражданами Израиля и членами террористической группировки ООП. Я напомню, что в своё время Англия вела войну с гитлеровской Германией, и контакты были запрещены. И когда ГЕС прилетел в Англию, о чём-то это говорится, просто посадили в тюрьму, потому что, с точки зрения Черчилля, это был враг, и с ним не разговаривать нужно было. Прилетел, мой молодец, сиди в тюрьме. Он там сидел до 80-х годов, по-моему, пока не умрел. Так вот, в Израиле террористы арабские из группировки ООП тогда называли своим именем, они были террористами кровавыми, и любые контакты между ними и гражданами Израиля были запрещены. Но эти два красавца, два борца за мир, Яйр Гиршель и Рон Пунда, которые никого кроме себя не представляли, были счастливы подчиниться вот этому призыву норбежского правительства, антиизраильского, левого, и начать вести переговоры, так, как будто они были действительно реальными представителями Израиля. И когда переговоры дошли до определённой точки, они рассказали о них Белину, а Белин побежал и сообщил о них Пересу. И вот тогда произошла следующая вещь. Арафат, судя по всему, собственно, это даже подтверждается по подсказке израильских левых, сорвал те официальные мирные переговоры, которые представители Рабина вели в Вашингтоне. И вот тогда Перес рассказал Рабину о том, что есть ещё альтернативный вариант. И то ли не желая вступать в открытую битву с Пересом, которая потенциально могла свергнуть правительство Рабина, а может быть, действительно надеясь, что в результате этого вопиющего антидемократического действия может произойти что-то позитивное, Рабин согласился сделать сделку Осла официальной политикой своего правительства. Понимаете? И общество в своей масте с самого начала выступало против Осла. Я помню эту первую демонстрацию. Наверное, это была моя первая демонстрация в жизни политическая, на которой я принимал участие. Это было в Иерусалиме. Это была самая большая демонстрация, которую я когда-либо видел. Говорят, что в ней было полмиллиона человек. Для Израиля это нереально большое. То есть даже самые большие правые демонстрации потом на протяжении многих десятилетий уже не собирали такого количества людей. И вот, чтобы добиться одобрения к Нессетам в соглашении Осла, Рабину потребовалась поддержка антисианистских арабских партий. Начинаем узнавать что-то очень знакомое из нынешних и сегодняшних реалий. После того, как ультратадоксальная партия США спокинула правительство Рабина, чтобы сохранить правительство, Рабину пришлось соблазнить, переманить к себе двух депутатов из крайне правой партии ЦОМИ. Ещё более знакомые, поверили нам какие-то. И те покинули свою партию и отказались от своей идеологии, предав собственных избирателей. Рабин купил их с помощью портрелей министра и замминистра, проведя таким образом вторую часть сделки Осла через КНессет, большинством в один голос. То есть если бы он их не купил, то ничего бы не было, Осла бы не прошёл. И характерно, что несколько лет спустя после этих событий, вот один из этих перебежчиков из партии ЦОМИ, который был министром как раз, он был разоблачён. Сначала как наркоторговец. Его поймали, когда он перевозил чемодан, таблеток и экстази в Израиль. А ещё через несколько лет его просто в службе безопасности раскрыло как иранского шпиона. Оказалось, что он передавал информацию иранским военным, иранской разведке об Израиле. Будучи министром энергетики, он много чего знал. Понимаете, что это были за люди, на чьих голосах прошло Осла? Так вот, Рабин и Перес сумели, тем не менее, продвинуть Осла в значительной мере, потому что средства массовой информации и юридическое братство Израиля, вот эта судейско-прокурорская мафия, она поддержала их усилия в демонизации их общих оппонентов. Сианисты стали вдруг врагами мира и пособниками террористов. И Рабин даже ввёл в свои риторики специальный термин «убийцы мира». Так он нас называл. Я очень хорошо это помню, когда начинал уже понимать евреевик немножко глубже, чем уровень Ульпаны. И я помню, как он нам говорил, он обращается к нам, говорим, крутитесь как пропеллер, типа вертел я вас со всеми вашими призывами о демократии. И вы вообще убийцы мира. Вы вместе с Хамасом как бы пытаетесь погубить наш замечательный мирный процесс. И лидеры оппозиции, которые произносили аргументированные и поэтому душераздирающие речи, потому что лидеры оппозиции тогда были очень сдержанные люди в Израиле. И они говорили очень спокойно, очень красиво, очень достойно. Они приводили пример факта, и от этих фактов волосы становились дыбом, когда они объясняли, насколько катастрофично соглашение Ослов. И я помню, как Алия Деви тогда говорил, вы понимаете, что скоро ракеты полетят на Тель-Авив? Ему кричали, идиот, что ты говоришь, как ты имеешь такую чушность? Такого никогда не будет. Так вот, их обвиняли в подстрекательстве. А жертв арабского террора тогда отрестили жертвами мира. Тут есть ещё очень важный момент. На иврите это звучит как бы как такой религиозный термин. То есть вроде как эти люди приносятся в жертву ради высокой благородной цели. Что-то такое с аллюзиями, как Авраам, который настолько верил Богу, что он своего сына Ицхака мог, так сказать, когда Бог ему сказал, возьми его из Алиев, принеси мне в жертву. Да, мы знаем этот библейский сюжет, они пытались обыграть ситуацию, намекая на то, что все эти люди, которые погибали в терактах непрерывных, это, мол, как жертвы мира, ну, что, куда деться? Вот как они сейчас говорят, ну, у нас же эпидемия, люди умирают. При Натаниялу они почему-то не умирали так, у нас кончилась эпидемия. У этих ребят это снова началось, они говорят, ну что же, умирают люди, ничего не поделаешь, каждый день очень много, ну, что, такая вот у нас эпидемия. Так вот, когда Рейль Шарон стал премьер-министром в самый разгар террористической войны, которую вели арабы против Израиля, он решил положить конец демонизации его в СМИ и присоединился к мафии Осва, утверждая, что, мол, из канцелярии премьер-министра все выглядит иначе. Мол, когда он был в оппозиции, он считал, что Осва нужно прекратить, а вот он стал премьер-министром, и теперь, мол, понимает, что Осва никак не прекратишь. И Шарон перенял политику левых и осуществил вот это варварское и массовое изгнание законопослушных граждан Израиля из своих домов в секторе Газа в 2005 году. При этом надо помнить, что в 2003 году Шарон был переизбран с огромным перевесом именно потому, что выступил против левой платформы, подразумевавшей изгнание евреев. Он тогда сказал, судьба Тель-Авива повторит судьбу на Царим еврейского поселка в секторе Газа. И поэтому его люди выбрали, после чего он нарушил все свои обещания и стал выполнять левую программу. Но ему было все равно. Он изгнал 10 тысяч израильтян из своих домов, а 18 месяцев спустя, как он и сам предупреждал раньше, ХАМАЗ заходил контроль над сектором Газа и СМИ, прикинувся диземленными, впрочем, возможно, действительно до конца не понимали, что именно этим все закончится, когда они просто идиоты. Но я думаю, что они понимали и просто сделали удивленные лица израильников. Бениамин Атанияу, он предпочитал игнорировать Осло в надежде на то, что Толвянет как-то затухнет само собой и исчезнет на фоне успеха, дипломатической альтернативы, которую он сумел построить, исходя из концепции сильного Израиля. Атанияу очень многие ругают, но он фактически всё это время пытался лавировать, и не идя на лобовое столкновение с могучими левыми в Израиле, международными левыми, он выстраивал мощь Израиля, исходя из этой концепции сильного Израиля, действительно сумел добиться шеломитного успеха, когда появился план суверенитета и договорённости Авраама. Но Осло пережила это, мы видим, и пережила даже пребывание Натаньяу в власти 12 лет. И вот теперь, подобно по уисклевшему зомби из фильмов ужасов, оно вновь восстаёт из праха и негытия, чтобы обрушиться на нас новой силой. В интервью накануне праздника Ёмкий Порт премьер-министр Анастали Беннет повторил слова Шарона, сказав, что, мол, он оставил свою идеологию и политические позиции, когда вошёл в кабинет премьер-министра. То есть, понимаете, Беннет, когда он не был премьер-министром, он понимает, что нет, никуда не деться. То есть Натаньяу, который там был и который не продвигал Осло, почему-то он этого не понимал. Вот пришёл Беннет, сразу всё понятно. И вот во вторник вечером помощница Беннета, министр внутренних белого шакет, предупредила уже о растущем подстрекательстве и экстремизме в правах на кругах. То есть повторяется вся та же риторика Рабина. У нас есть важный, очень мирный процесс, потому что из примера Министерства креста становится понятно, что у Осло нет альтернативы, хотя Натаньяу нам её показал всего год назад. А те, кто сопротивляются этому, они подстрекатели и экстремисты. Теперь только это озвучивают уже не радикальные левые, а это озвучивает Настали Беннета, а Елать-шакет. Правительство Лапида, Ганса и Беннета, я знаю, что у нас время, Сергей, но просто ещё несколько минут, буквально, чтобы я мог закончить эту тему. Правительство Лапида, Ганса и Беннета — это в своём роде правительство Рабина Переса, только на стероидах, как говорят. Рабин купил своих правых перебежчиков с помощью одного министерского и одного замминистерского портфеля. Теперь Беннет смог добиться двухлетнего премьерства уже, он получил два года премьер-министра, а Гидон Сар стал министром юстиции за то, что не привели свои фракции и позволили создать левое арабское правительство. Правительство Рабина и Переса нуждалось в антисионистских арабских партиях, чтобы провести соглашение ОСЛО. Правительство Лапида, Ганса и Беннета нуждаются в антисионистских арабских партиях буквально на каждом своём шагу. У них нет закона, нет решения, которые они могут провести без поддержки арабских антисионистских партий, которые откровенно говорят, мы хотим, чтобы вы умерли евреи, чтобы все умерли евреи, говорят они, в открытую, а их назначают главами комиссии КНЕС, это дают им министерские посты. И подобно правительству Рабина и Переса, нынешнее правительство обязано своим выживанием в могучей стене, которую создали для них средства массовой информации и юридическая мафия. И в этом вся суть дела. ОСЛО, несмотря на то, что она стала настоящей катастрофой, для Израиля, буквально на всех уровнях, она сумела выжить в течение 28 лет, потому что его поддержал и продолжает поддерживать не сменяющийся правящий класс Израиля. И вот здесь я процитирую Каролину Глик, которая сегодня является одним из самых ярких правых публицистов израильских. Но она была, и я это помню ещё во время ОСЛО, в первые годы ОСЛО, она была в команде, которая вела эти переговоры, но она занимала тогда маленький очень ранг, она была как бы от армии, то есть она была представителем армейского корпуса, который там был. Молодой офицер, англоязычный, из Америки, образованная, политолог и так далее. И вот она пишет, я в первые годы ОСЛО сама была свидетелем процесса, заставлявшего израильских дипломатических военных руководителей, а также высших государственных служащих, вопреки ясно осознаваемой ими реальности, поддерживать химеру мира ОСЛО. Период расцвета ОСЛО с 1994 по 1996 год в качестве капитана армии обороны Израиля, пишет Глик, в министерстве обороны, я была одним из ведущих представителей израильской переговорной группы. Я присутствовал на переговорах в Каире, в ТАБе и в Эйладе. И уже тогда мошенничество было совершенно очевидным. Каждые две недели я писал или распространял подробный отчёт о том, как палестинские официальные лица каждую неделю выходят с переговоров, приказывая своим людям нарушать все обещания, которые они только что дали в залах внутри, когда вели переговоры. Я документировал это мошенничество, всю эту ложь ОСЛО. Я видел, как один за другим командиры и старшие должностные лица, которые понимали опасность и знали правду, принимали новую версию, в большинстве случаев просто игнорируя при этом факты. Мы с вами говорим на русском языке, многие из нас, большинство из нас помнят ещё Советский Союз, и нам это как бы очень понятно, как человек становится частью. На самом деле, увы, сегодня американцы — это Советский Союз на стероидах буквально. Но тем не менее, это же ужас, это же кошмар, и мы понимаем, что это ужас. Именно поэтому мы не можем похоронить ОСЛО во время голосования. Хотя победа на выборах является предварительным условием для похороны этого монстра. ОСЛО будет окончательно похоронен лишь тогда, когда мы в Израиле заставим несменяемый правящий класс Израиля отказаться от ОСЛО в пользу сионизма и в пользу прав. Ну, и не сменим эту элиту на сионизм. Вот то, что я хотел сказать сегодня Сергею по этому поводу. Меня на самом деле очень-очень-очень тревожит эта ситуация. В отличие от большинства израильтян, судя по ощущениям в сети, я, да, чувствую, что мы движемся на стероидах к возрождению ОСЛО и к катастрофическим отступлением. И я, увы, не могу докричаться до огромного количества людей, которые еще в 2005 году все прекрасно понимают. Но я знаю, но мы должны сделать перерыв. Давайте сделаем и вернемся уже после. Спасибо огромное, Александр. Да, мы привелся буквально на несколько минут, после чего вернемся. Обязательно продолжим. И если будут звонки, мы обязательно их примем. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. И, как и обещал, вам обязательно примем все звонки. Добрый день, пожалуйста, на эфире. Алло, здравствуйте. Александр, вот, чтобы подсластись и вдохновить Беннета, наш журнал «Таймс» назвал его самым влиятельным политиком мира, чтобы он повторил подвиг Рабина и Терреса Восла. Вот. У меня вот немножко другой вопрос. Вот у ваших ученых, вирусологи, пришли к выводу, они обследовали 2 миллиона больных или зараженных вирусом, и пришли к выводу о том, что если человек переболел, у него иммунитет в 6,5 раза мощнее и сильнее, чем те, которые вакцинировались. Так, например, у нас Демпартия полностью пользуется пандемией, чтобы влиять на нас, на наш народ и чтобы контролировать нас. А вот почему ваши, все уже знают о том, что вакцины не очень-то хорошо помогают людям, и тем не менее, ваши тоже уже более, даже сильнее, чем у нас стараются вакцинировать весь народ. Почему это происходит? Спасибо. Ситуация, на самом деле, совершенно иная. Или, скажем так, совсем не так, как вы ее описали в Израиле. В Израиле значительная часть населения, то есть порядка 60% взрослого населения, получило сначала две прививки, и это, в общем, привело к тому, что мы закончили с эпидемией, это было время Натаньяу, у нас были сняты все ограничения, и как раз было доказано и показано, что прививка работает очень хорошо, то есть снова нет стопроцентных решений, но риск заболевания после двух прививок снижается в колоссальном образом, и таким образом люди, которые... Да, есть люди, которые легко переносят эту болезнь, есть люди, которые переносят ее тяжело и умирают. И мы видели, что в Европе часто случалась ситуация, когда в Италии, например, там просто не хватало банально коек, то есть болело слишком много людей, не все болели тяжело, но врачей не хватало, и поэтому те, кто болели даже не очень тяжело, но у них было плохое здоровье, не подходило, они умирали, потому что им не оказывало вовремя медицинской помощи. Прививка этот вопрос в Израиле решила. Когда началась, только начиналась четвертая волна, собственно, Натаньял уже не был премьер-министром, он сказал, мы уже оплатили третью прививку. Прививка действует полгода, большая часть населения привилась полгода назад, и мы ожидаем, что будет снижение эффективности прививки. Нужно сделать этот самый бустер, потому что он работает очень хорошо. Мы сейчас видим, что там разница такая. Тяжело больных, 0,6 на 100 тысяч из тех, кто привился, и 150 из тех, кто не привился. То есть разница колоссальная, она очевидна совершенно. Нынешнее правительство сначала все делало просто как вот у вас Байден против Трампа, у нас новое правительство все не как Натаньял. А Натаньял сказал, что нужно делать третью прививку, мы ее делать не будем. И они тянули и не привозили уже оплаченную прививку в Израиль, вот эту третью, и начали ее делать, когда уже Израиль превратился в самое ужасное с точки зрения статистики, показателей по всем параметрам короны государства, когда уже огромное количество людей начало болеть. В том числе и те, кто сделали две прививки, полгода у них прошло, не заболеть, у них уменьшилось. Поэтому теперь у нас делают эту третью прививку и вроде как ситуация становится лучше, но опять же непонятно, запущено все настолько, что как мы выберемся из этой четвертой войны, мы не знаем. Но в общем, отвечая на ваш вопрос, я из тех, кто верит в подход с вакцинами вслед за Натаньял, который был большим сторонником этого дела, и я считаю, что если бы это правительство не пыталось быть не как Натаньялу, если бы оно сразу, как Натаньял говорил, три месяца назад начало бы вакцинацию третьей прививкой, то у нас не было бы сейчас тех ужасных показателей, которые мы теперь имеем. Я знаю, что это очень полемический вопрос, давайте продолжим отдельную передачу. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, у меня два вопроса. Один как бы риторический, а второй обычный. Вот риторический вопрос, вот почему левые всегда предатели? Что в вашем государстве, что в нашем государстве, так сказать, в любом, и во все времена. А такой как бы реальный вопрос, вот как вы считаете, почему никаким религиозным израильтянам не пришло в голову совершить вот эту каббалистическую молитву, которую совершили против Шарлона и Рабина? Против вот этих вот деятелей, которые еще сейчас ведут израиль к полному уничтожению. Спасибо большое. Ну тут много всего намешано. Я попробую как-то распутать этот клубок. Во-первых, против Шарлона не было сделано вот этого знаменитого каббалистического мероприятия под названием Пульса Денула. Против Рабина оно действительно было сделано. Я знаю людей, которые в этом участвовали. Это были люди, которые, скажем, делали это ради перформанса. Это не были серьезные каббалисты, действительно, знатоки еврейской мистики. Это были правые, радикальные ребята, такие убежденные, которые это сделали больше для экшена, для ситуации. То, что потом Рабин действительно был убит и как бы сработало их Пульса Денула, я оставляю этот вопрос открытым. То есть кто-то, пусть хочет, пусть верит, что это Пульса Денула сработало, кто-то пусть верит во что-то другое. Я вижу здесь другую как бы мистическую основу. Дело в том, что в Израиле премьер-министр, который совершал предательство страны и народа, он получал как бы ответную меру в соответствии с тем, кем он был. Например, Рабин был тем человеком, который в 1948 году первым начал братоубийственную войну. Он командовал расстрелом корабля Альталена со сторонниками Бегина на борту. По приказу Бангурёна, конечно, но он был командиром этого. И он в итоге был убит от руки еврея. Мы не знаем точно как и что, но понятно, что его евреи убили. Бегин, который отдал Синай, который всю жизнь стремился, хотел быть любимым обществом, он в итоге умер как бы отвергнутый в семь. Шарон, который пытался уйти от суда, в итоге попал в камеру предварительного заключения небесную и шесть лет находился между небом и землёй и только через шесть лет как бы вот этого страшного, страшной комы, в которой находился он умер. Что касается нынешних, они какие-то все очень мелкие. То есть я, когда я думаю об этом, я думаю, что если или когда Беннет получит своё наказание, то что-то будет ужасно унизительное и такое какое-то вот все увидят, насколько он подлый и продажный предатель. То есть в нём нет ничего ни и в Рабине, и в Шароне тем более. Шарон был национальным героем. У Рабина тоже были заслуги. Он, по крайней мере, относился к поколению создателей Израиля, Бегин тем более. Все эти люди, они как бы хоть и совершили преступление и получили страшную кару, они всё-таки заслуживали какого-то уважительного отношения к себе. Нынешние персонажи, их иначе как вот шариковыми, дорвавшимися до власти, гопотой нельзя назвать. В них нет вообще ничего. И поэтому, мне кажется, что когда к ним придёт их наказание, оно будет какое-то совершенно не для героев это будет наказание. Но, опять же, почему, вы спрашиваете, почему до сих пор никто не сделал, потому что нет в обществе ещё этого понимания. Общество запутано, на мой взгляд, и оно не понимает, как быстро и как стремительно, как неотвратимо мы приближаемся к новому Осло. Они всё ещё думают, что Беннет хитрый, хитрован такой, что он просто выкинул Натаньяу, и дальше он всё сделает неплохо, потому что он, в общем-то, парень неплохой. Прорабина тоже. Сергей. Александр, у нас остается чуть менее 10 минут времени. Ещё есть две темы. Это интервью с министром Хенделем и встреча Беннета с Сиси. На ваш выбор, что, так сказать, что позволит нам время отпущено? Ну, короткой строкой. По поводу встречи Беннета с Сиси. Собственно, Беннету очень важно показать, что он почти как большой, что он как Натаньяу. Вот он поехал в Америку, ему так важно было. В Америке было совершенно не до него. Там была афганская катастрофа, и все бегали, населились как зачумленные, потому что нужно было как-то объяснять обществу, что произошло. И тут Беннет у них путался под ногами со своими какими-то вот этими «Алама-амиранская проблема?» На него никто не обращал внимания, его между делом за обедом принял Байден, который ещё и поспал при этом. Так вот, ему было важно показаться в Белом доме, что вот он как большой сидит напротив американского президента, почти как Натаньяу. И точно так же Беннет поскакал на встречу с Сиси, президентом Египта, чтобы показать, что он тоже как Натаньяу. Натаньяу шесть раз встречался с Сиси, и они не афишировали эти встречи, потому что как бы Сиси он пришёл из разведки. Натаньяу тоже человек, который любит очень делать всё в тишине. И они считали, что меньше говоришь, больше делаешь. И они встречались, шесть раз они встречались за 12 лет, и, в общем-то, об этом как бы ничего не говорили. Тут прямо был такой фонтан. Беннет поехал встречаться с Сиси. Опять же, у нас на Востоке очень важно, кто к кому едет. Если бы Сиси приехал к Беннету в Иерусалим, это было бы да. А то, что Беннет поехал к Сиси встречаться, причём ещё даже не в Каир, а встречались они в том кусочке, в Табе, который когда-то Египет отобрал у Израиля уже просто. Берин заключил договор, отдал весь Синай, а Египет сказал, вот ещё там на монокарте есть маленькая запятая, мы эту запятую тоже отберём себе. И Израиль что-то пытался конючить в международном суде, международный суд сказал, нет, они встречались, то есть это дважды унизительно. И египетский президент как бы при всем том, что у нас с ним как бы сейчас очень деловые и хорошие отношения, он не применил унизить Беннета даже в этом. Но встреча эта закончилась безрезультатно. Хоть у нас тут наши СМИ заливаются, такой Беннет молодец, как он здорово встречался с Сиси, забывая, что в общем-то Натаняу 6 раз встречался, и там были результаты. А здесь как бы завершилась встреча безрезультатно. То есть по вопросу Хамаса и Ассектора Газа прогресса нет никакого. Просьба Израиля, озвученная Беннетом, судя по всему, о том, чтобы вступить в форум государств Красного моря, была отклонена. То есть Сиси сделал вид, что не слышал эту просьбу. И кроме рукопожатий, улыбок и израильского флага над головой премьер-министра Настали Беннет не достиг ни одной из поставленных им целей. Поэтому, когда мы говорим о Беннете, так сказать, много фарса, много шума и ничего. Если у нас есть еще время, то либо мы можем ответить на какой-то вопрос, либо вот еще вот про Илаза Генделя. Очень характерная ситуация, которая случилась на этой неделе. Сергей. Ну, у нас есть вопрос. Давайте попробуем принять. Добрый день. Добрый день, да. Я хотел бы обратиться к Александру с одним предложением. Вы мне можете связать с ним? Я даже готов после эфира, если это можно. Ну, вы напишите просто. Вы можете переслать даже Сергею. Сергей перешел к мне. Это проще всего будет. Если вы напишете, то, что вы хотите сказать... А я, кстати, написал там один месседж на вашу редакцию на компьютере. Я не знаю, он дошел или нет. Меня зовут Пол Степанов. Я с Нью-Йорка. И я там обратился. Этот месседж у вас не появился, не дошел до вас? Ну, я вообще-то сегодня смотрел, кстати, все уведомления, и, к сожалению, от вас я ничего не нашел. Вы можете найти меня в Фейсбуке напрямую, не через нашу программу. В Фейсбуке Александр Непомнящий вы найдете, увидите, что это я. Я там стою и пожимаю руку нашему премьер-министру Натаньяу. Это старая фотография, к сожалению. Вы сразу поймете, что это я. Пишите мне туда личное сообщение. Ну, окей. Окей. Как раз я хотел выступить по теме, то, что вы сказали, что тяжело показать суть проблемы израильских со всеми вещами, которые вы описали. У меня вопрос достаточно серьезный. Я говорю о системном подходе к анализу политических событий, который мало владеет, откровенно говоря, гуманитарии. Он многие вещи ставит на свои, как говорится, позиции, дает однозначно четкое понимание многих вещей. Я сам специалист-аналист, в жизни занимался моделированием сложных систем, поэтому вот я с этих позиций хотел сказать и Александру, да и вам, кто принимает участие в этих делах, потому что этот вопрос заслуживает внимания. Это три минуты вместо часовых передач, которые ставят все на свое место. Хорошо, буду рад. Напишите, и мы с вами сможем пообщаться. Окей, я попробую. Но мой телефон у вас есть, вы можете этот телефон передать, позвонить как-то, либо... Причем я оставил месседж на личном аккаунте Александра Непомещева на Скайпе, если он пользуется этим аккаунтом, там тоже мой месседж для установления контакта с ним есть. Лучше через окей, спасибо. Спасибо. Не знаю, можно ли за три минуты решить все проблемы, существующие в Израиле. Человек знает. в общем-то очень-очень неглупый, вот он объяснял, что когда ты говоришь перед большой публикой, то есть если ты будешь одним человеком, ты говоришь с ним как серьезно, как взрослым человеком, когда ты говоришь на телевидении для миллионов, ты должен говорить как с треплетними детьми, потому что люди тебя не поймут. В этом большая проблема, как объяснить сложные вещи, когда ты говоришь с большим количеством людей. К сожалению. Рада проще говорить, все собрать и все поделить, как Шариков предлагал. Какие-то сложные операции, мы помним, как неудачно это было, например, у Гайдара, пытавшегося создать демократию и экономику, работающую в молодой России 20-30 лет. Александр, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и до встречи в следующий раз. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok